а ночью наш бассейн который ведет к нашему апартаменту вот так выглядит с подсветкой да оле вода светится какой таракан да какой-то жук плавает и что ничего страшного ли вы его берут да ну сами понимаете жуки летают всякие насекомые ничего удивительного что какой-то жучок попал бассейн тем более на свет они летят все но красиво согласитесь классно очень даже живописно завтрак стандартный яичница бабы опять же тортия с картошки омлет грибочки сосисочки бекон разные шняшки блинчики в общем да кто хочет для веганам тоже естественно есть разные овощи фрукты сырки колбаски еще здесь тоже любые фрукты соки вот лимонная лимонный над выдавленный сок достаточно достаточно всего там как всегда консервированные еще потом как всегда всякие хлопья молока можно налить с этими хлопьями разными печеньки всякие пирожки есть люди которым нравится сладким как као такое хочешь молоко обезжиренное молоко стоевая молоко ну в общем всего-всего какого-то же какого-то очень круто круто неплохо неплохо левые завтракает классический ананасовый сок яичничка бекончик сосиски сосиска да и хлебушек поджаренный тост и приятного аппетита воли интересные птицы здесь живут вроде и голубь вроде не голубь непонятно что это такое не боится на голода похожим только не очень голубь оливее обиделась что ей не купили плюшевого воде вот пекера и таким образом решила забаррикадироваться от родителей чтобы ее не видели и так и и в общем выражает свой протест что я не купили воде вот пекера который является символом порта авентуры сегодня второй день мы в порта авентуре вчера мы ходили туда в эту алоху полинезийскую но особо может было уже темно вечер до сегодня мы идем налево на зону дикий запад far west вернее дальний запад но не важно дикий запад far west здесь американская фишка индейцы вот эти каньон американский инвалиды красиво на колясочках едут видите по правой стороне полинезия а здесь как видите они специально убрали пальмы потому что на детском западе пальм то нету там другая растительность другая флора вот они поставили скалы такие рыжие как в каньоне большом да деревья обычные лиственные ну есть конечно небольшие пальмочки типа вон там выросли да здесь прикольный аттракцион на лодка спускаться сейчас на нем попробуем и спуститься все так стиле дикого запада таверны вот а там можно пострелять из водометов по проплывающим на лодках да а вот здесь тоже можно да за денежку конечно за денежку да кидаешь 1 евро кидаешь и потом обстреливаешь сейчас я покажу вот сюда евро кидаешь берешь вот этот водомет а здесь люди на лодке плывут и потом обстреливаешь в общем деньги берут со всех сторон до кантри поют да вы видите да деревянные мостики всякие все такое очень даже по дико западному так сказать классические машинки для самых маленьких волевые с сашей уселись там дальше есть машинки для взрослых но туда их не пустят потому что ограничение по росту то прежде чем ребенка пропускают на какой-либо из тракции аттракционов стоит шкала роста да у нас оливейка метр 17 а вот поехали оли педаль нажимай нажимай педаль нажимай педаль педаль нажимаем педаль педаль о молодец и рули 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 давай нажимай педали рули увидите они в виде быков эти машинки То есть, типа, родео. Родео. Такое детское родео. Ну, а здесь такой же аттракцион для взрослых только. Тоже бычки, но побольше. Даже по два человека, как видите, можно садиться в одну. Допустим, Оливею сюда могли бы пустить, но обязательно в сопровождении кого-либо меня, либо жены. То есть, либо папа, либо мама. Что удобно, возле каждого аттракциона вот такой мониторчик висит, где показано, что 10 минут приблизительное время ожидания, ну, чтобы сесть покататься. Здесь сразу стоят ограничения. Метра 95 максимально, минимально дети метр. Если ребенок, вот как наша Оливея, метр 17 по метр 40, обязательно в сопровождении родителей беременным нельзя. Ну, и тут, в общем, разные приколы. Разные приколы, да. Ну, и это время, когда заканчивается, собственно, парк. 22.30 закрывают его. Вчера мы были поздно, уже было темно. На пару аттракционов сходили и все. Оливея села с дядей Жориком. Ну, вернее, его зовут Джорди. Он каталонец, друг наш хороший. Ну, вся семья, вот, его жена, Юлия с ихным сыном Сашей, который друг нашей Оливея. И, да, сейчас будет. Будут бешеные бочки, называется этот аттракцион. Вон, как видите, бочки такие, да. А здесь у нас телега. Тоже с дикого запада. С бочками, с разными ящиками. Антураж такой. Но нам интересен аттракцион. Интересно, как Оливея себя поведет. Здесь они так бешено крутятся, эти бочки. Не каждому нравится. Ну, и вообще, все эти аттракционы, которые мы сегодня посещаем, первый раз в жизни у ребенка. Конечно, это интересно, первый раз в жизни все это попробовать. Вот так они крутятся. Серьезная центрифуга такая. Интересно, а где Оливея? А, вот она. Ну, нравится ей, улыбается. В восторге. Знаешь, все, вот она, да. Все хорошо. Сейчас в обратную сторону, сейчас их покрутят. И здесь у нас американская деревня 19 века. Сегодня, кстати, 4 июля, день независимости Соединенных Штатов. Вывесили кучу флагов. Кактусы. Настоящие, кстати. Деревья все здесь. Видите, пальм здесь нет специально. Деревья обычные, такие как на Диком Западе. Ну, и тут пошло салуны разные. Ну, понятно, что здесь продается, вот здесь шейки, допустим. Шейки продают, коктейли всякие, пиво, закуски. Вот, все эти домики просто так не стоят, естественно. Но очень хорошо передают атмосферу Дикого Запада. Везде музыка кантри. Везде американские флаги. Ну, и людей, естественно, туристов. Но это еще не пик сезона. Вот в августе здесь, наверное... Не, не наверное, а как-то я был давно еще. Даже пройти было негде. Просто вот так, как пингвины люди ходят. Слишком много народу. Сейчас более-менее просторно. Здесь висят специальные ведра с дырками, да. И здесь можно освежиться. Кому жарко, можно умыться. Вот так вот там руки помыть. Себе на голову вылить. Да, водичка чистая, нормальная, чисто вот для народу, чтобы освежался. Ну, сейчас у нас где-то градусов 27. Очень даже комфортно. Я бы не сказал, что слишком жарко. Ну, так на солнце, конечно, немножко. Вот и эти медитеране, Мехико, Полинезия, Чино. Ну, это эти... Зоны Порт Авентуры, самого парка. Да. Ну, вот в 27 градусов отлично гулять. А в августе, ну, либо другое лето. Это лето, как мы знаем, не очень жаркое в Испании. А так, то если 35, то уже не очень комфортно. Поэтому водичка очень даже нужна. Ну, здесь обычный аттракцион. Лошадки. Ну, для детишек отлично. Классика жанра, так сказать. Здесь крутые американские горки. Тоже в стиле кантри такие, да. Но Стампида называется. Видите, Стампида. Быки бегут, типа. Да. Но проблема в том, что... Да, видите, здесь можно посмотреть, где что. Даже на русском есть. Ну, вы поняли. Можно... Вот такая штука классная. Мне нравится. Да. Ну, в воде. Ну, там промокаешь, правда. Ну, проблема в чем, видите. Час тридцать ждать, чтобы там пять минут, а то и меньше, наверное, не знаю, сколько, прокатиться на этой горке. Час тридцать стоять. Да. Есть здесь, конечно, эти экспресс такие, вип-экспрессы. Покупаешь, не помню сколько, там 30 или сколько евро. И идешь в другую очередь. Без очереди, типа. Но там тоже очередь этих вип-экспрессов. Но там, правда, ты уже не час тридцать, а там минут десять-пятнадцать ждешь. Что, конечно, приемлемо. Ну, за это надо доплачивать отдельно. И такой аттракцион здесь имеется. Я не знаю, все посетить это. Наверное, неделя нужна. Здесь их очень много. А мои пошли сюда кататься. Я не катаюсь, чисто снимаю. Я сегодня оператор. Ну, не сегодня, а вообще оператор. Тоже много здесь разных типов американских горок. Что самое интересное, в Америке их называют русскими горками. Ну, а среди русскоязычных они американские. Хотя на самом деле их придумали французы. Вот такой вот парадокс. А еще здесь есть говорящий грифон. Ты видишь, Woody Woodpecker? Ты видишь, Woody? Нет? Мне деби dinero, знаешь. Он дает мне деньги, и мне дает мне деньги. Если я не знаю. Если ты видишь, ты меня зовут. Позь ему, дай мне звонку. Ди-лю-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Возьми, я唱у песню для тебя. Я тебе покажу. Я тебе песню. все первый раз как я уже говорил первый раз здесь тоже можно посмотреть кадры потом конечно можно их купить эти фотографии зона мексики все эти растения естественно тоже мексики растут тутан хамоны какие-то тут пещера не знает что за аттракцион в нем я никогда не был раньше я приезжал порта вентуру еще давно лет десять там назад 15 на видите какая как пещера тутан хамона то есть уже индейские так сказать мотивы какой-то спектакль внутри стоит мужик походу это кукла манекен я так понимаю а может и живой не знаю или гамлет какой-нибудь постановка гамлета в мексиканском стиле посмотрим и мужика женщина и не маникул вторая сцена этого спектакля но в принципе спектакль ни о чем конечно но декорации очень даже как раньше в играх либо в фильмах про индиану джонса весь народ здесь стоит вторая часть спектакля вторая часть спектакля по интереснее будет да тут такие были эффекты конечно я не снимал но прикольно очень даже реально как индиана джонс заходим полиназийскую деревню ну я уже показывал правда вечером это было самый первый день когда мы приехали а тут мы уже решили с утрица нормально как положено держи водичку оливея жарко 28 сегодня чуть пожарче чем другие дни хочется много пить здесь а кстати здесь продаются специальные накидки специальные накидки для того чтобы если вы хотите тут руки сплаш там такой поезд типа в воду прямо въезжает и ты весь намокаешь а я там сразу предупреждаю что мобильные там у кого там документы или еще что-то с собой то лучшее либо оставить в специальном шкафчике либо можно купить такую накидку в ней кататься и все она непромокаемое отлично таким образом да а даже скидка 30 процентов если одну куб покупаете а вторую на 30 процентов дешевле да такая вот у нас полиназийская деревня вот этот тутуки сплаш естественно продаются здесь напитки разные что хочешь вон там вот это поднимается вот так вверх и потом там все вниз в воду красиво это все падает такая красота все в стиле полинезии индонезии в общем экваториальной части здесь кануэ какие-то так что я куда они пошли там лодочки какие лодочки может там самолетики я вы на самолете как эти уже были вот здесь для самых маленьких трактора это мы были уже в этой части звезда первый день это я уже вам показывал а тем не менее все равно красиво и по второму разу при более лучшем освещении все это увидеть здесь у нас мини-американские горки непонятно куда они уехали где-то должны сейчас приехать а там стоят они во время запуска все везде в воде очень даже отлично оригинально как всегда устроили декорацию собственно очередь написано время ожидания 10 минут ну это не так много можно и подождать по традиции люди бросают монеты в воду чтобы снова вернуться в это же место это в детстве я бросал так монеты в море но бросим и на этот раз тоже монетку вот наша монетка для того чтобы позже сюда обязательно вернуться кроме вот этих горок как видите еще и самолет здесь на самолете вот и для маленьких совсем уж детей на самолете так медленно едут с детишками с высоты смотрят называется коко пилоту а это вот так пока мини американские горки то есть не скажешь что слишком круто вчера чуть позже на предыдущих кадрах я вам показывал горки и покруче да и еще есть круче намного называется шамбала и dragon can в китайской зоне зона чайна здесь да надеюсь мы тоже туда дойдем акцион магическая рыба здесь в этой зоне больше для детишек все такое на полинезии этой там он обычные горки люди народу везде полно естественно многие на выходные приезжают сюда отдохнуть сейчас пятница у нас там 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 просто обычные такие вот для совсем маленьких и такие рыбы левые с мамой пошли кататься на этих рыбах в общем оливейку не пустили по росту там их проверяют по росту и не хватило буквально пару сантиметров как обидно а сашу вот с мамой пустили ну и нашу маму тоже пустили да а детишек не пустили буквально два сантиметра но здесь показано что по метр двадцать а левая метр восемнадцать и вот два сантиметра не хватило и все ну покажу хоть как работают эти рыбки в следующем году уже левая прокатится без проблем да ну зато мама мама довольная уже хорошо я знаю ли тебя не пустили потому что не хватило тебе чуть-чуть роста следующем году или ты будешь повыше и мы пойдем на этот аттракцион ничего страшного в левые зато на другие аттракционы тебя пускают ну не на все конечно но на большинство можно заходить при таком росте некоторых просят сопровождение родителей как вот здесь типа с родителем можно но если ростом не выходе что даже с родителем нельзя но вы поняли такой аттракциончик очень даже прикольный рыбки на воде здесь у нас называется шамбала очень крутые американские горки как видите люди тут конечно шоке от таких передряг я не знаю малых по любому не пустят на такую горку это однозначно ну а мы взрослые я катался на ней где-то не помню несколько лет назад приезжал она была уже да не ну классные впечатления адреналин экстрим вопросов нет но все-таки для детей это рановато такое сами представьте себе да какие высоты какие вы крутасы и все это потом здесь вот свободное падение смотрите свободное падение сейчас вот они выезжают на гору и потом такую и полетели и конечно малышей тут наверно до лет двенадцати если не не старше вопа и полете да очень круто да мороженка олька да да ты сама как мороженка вся в барби мороженка вот мы и китайской зоне зона чайна как видите все китайском стиле домики ну и здесь в этой зоне самые крутые вот эти две американские горки вот это называется шамбала ну я говорил ранее и dragon can вот это самая крутая где падение такое я показывал раньше да потом они здесь проезжают по воде их брызгает здесь но стоять здесь ждать ой не знаю часа полтора два точно мы еще не смотрели но я так думаю потому что народу полно все хотят именно на вот эти аттракционы потому что они самые крутые здесь в парке самые экстремальные я конечно вот сейчас вот сейчас по воде по воде сейчас будут ехать крутяк крутяк нет я был не прав всего лишь 030 то есть полчаса полчаса ждать оливая но здесь видишь метр сорок тебе еще пару лет расти до этого аттракциона но всего лишь полчаса до что-то я думал больше будет что полтора куда детишек то они пускают меньше метра сорока поэтому таким образом обрезают там очередь стоит это полчаса стоишь там в этом домике в тени что очень приятно конечно не на жаре да там продают напитки охладительные прохладительные до охлажденные да мой что я стоять там и бутерброд даже можешь купить в общем все все весь сервис для человека чтобы ему было удобно ждать а не просто стоять здесь вход в этот самый крутой вот этот самый высокий dragon хан интересно сколько здесь 10 минут ребята 10 минут я конечно почему-то думал что здесь будет такая очередь такого это ну да видите всех малышей отбрели 10 минут всего лишь да здесь еще площадь тоже все в китайском стиле но мы ищем какие-нибудь аттракционы для малышей все-таки у нас дети так поменьше 5-6 лет и на такие крутые аттракционы еще рано даже наверное пару лет придется подождать метр сорок минимум да тоже здесь конечно тематически очень красиво специально тоже как видите нету пальм потому что в китае пальмы не растут разные тут вишенки этих их не мелкие китайские всякие деревья это все сами понимаете привозили это все с китая здесь высаживали чтобы сделать аутентичную атмосферу да так что очень даже площадь в китайском стиле как видите тенечек можно посидеть под деревом передохнуть дракошка китайский водопад на вот эти знаменитые китайские лилии ну сейчас они конечно немножко убогие они весной цветут да здесь красиво ну в общем вы поняли китай мини китайская стена музыка народная китайская но и пейзажи отсюда тоже конечно открывается там он панды типа понятно они искусственные пластиковые настоящих здесь никто сюда не пустят естественно железная дорога вот так красота красота а где ауле этом нашли китайскую ящерицу какая красивая ящеренок маленький 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 ящеренок он еще даже ничего не боится еще даже не боится ничего ой какой классный ну все беги к своей маме все побежал он к маме все пока молодец саша а вот он выбежал привет ну все он не боится да он знает что его никто не тронет люди у нас здесь хорошие добрые природу любят они бойся воли он не укусит он не кусается он не кусается да можно трогать они не кусаются просто он убежит и он убежал все пойдем 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 моли полевая перед но убежал потому что все по своим делам побежал наконец-то мы нашли аттракцион для малышей обычный с китайскими шариками каруселька шарики с маркой чупа чупс не в виде рекламы конечно в плане я не рекламирую никакой чупа чупс все это гадости химия сахар никому не рекомендую особенно детям но детишки очень любят это все дело да а также фастфуды разные как вы успели убедиться из нашего видео да и сам я думаю у кого есть дети знают что детишки маленькие любят все что вредно то и любят да ну карусели не вредно это очень даже развлекательно оли будешь кататься на этих шариках но все поехали этот аттракцион типа нашего бывшего советского аттракциона ромашка только там были такие ромашки с куполами а здесь китайского стиля лодочки с шариками оливея нравится хотя она каталась и на аттракционах покруче конечно американских горках на разных каноях и больше всего понравились американские горки да и больше всего нравится американские горки я знаю да такой не за незамысловатый аттракцион конечно для детишек то что нужно расслабляющий расслабляющая карусель поэтому как видите здесь и людей практически и нет а парень который здесь работает у него вообще шикарная работа он может отдыхать половину своей работы вон нужно это аттракцион совсем уж для таких спокойных людей которых которым не интересен адреналин и экстрим также есть лабиринтик для со всех совсем уж малышей не знаю оливее такое вряд ли понравится такие пацаны тут бегают можно спуститься с горки если хочешь ну в трубе вине это горка труба либо просто побежать вот по такой сетке по лабиринту здесь сбираешься по лестнички такой все тоже в китайском стиле в драконах очень даже очень даже неплохо да дальше еще продолжается китайская деревня такая зона китайская более-менее обширная обширная до полинезия небольшая как вы видели а вот китайская зона хотят здесь меньше аттракционов здесь больше вот этих домиков деревушек разных стены китайской в общем езди погулять пацан сейчас с горки съедет в трубе нормально нормально красиво красиво везде сказочно красиво аттракцион для малышей но прикольный тем что есть такой рычаг на который нажимаешь и можешь поднимать опускать саму кабинку коляску до нажимаю ли нажимай нажимай ну как по мне так уж совсем для малышей ну почему-то нашим детям понравилось вот они уже второй раз кстати здесь катаются людей потому что тетут все свободно потому что сами понимаете примитивный аттракцион вот видите на нажимает и можно вот так делает типа туда-сюда дальше продолжается китайская деревня волевая села на вуди вудпекера а тут еще разные вуди вудпекеры вот как раз в китайских китайской шляпе китайской такой панамки даже не знаю как она называется вот вроде как китайская женщина вуди вудпекер здесь обычный который нравится волевые разные вудпекеры еще один простецкий аттракцион китайские чайные чашки ну они вот так сейчас вот так они крутятся вот так ну как то позже увидите да они просто крутятся по кругу плюс еще сама эта платформа двигается но увидите да зачем рассказывать если как говорится один раз лучше увидеть чем сто раз услышать все усадились как видим половина чашек пустые оливея оли передавай проект привет подписчикам но не так же скажи привет вот так что ты вот так получше будет красавчик да мы в классном парке порта вентура и здесь китайская чашка китайская чашка до фарфоровые чашки сейчас тетя включит там или где-то она включает да и мы и мы закружимся в китайском чайном танце и поехали вот таким образом мы крутимся а можно еще крутить этот круг да можно крутить этот круг это раскручивать чашку а прикольно а 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 Субтитры делал DimaTorzok Детский, ну реально детский, хотя вот если повзрослее люди, и тут перед нами повзрослее, но в основном, конечно, такая каруселька, дракон, она для детей, но опять же, людей нет, куча свободных мест, можно спокойно, давай, Оля, давай, давай с папой, давай, молодец, Оливей, садись, садись с папой вместе, не, 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 туда, залазь, под, под, вот так, да, вот, вот так, вот так, да, о, И папа рядом с тобой садится, да, и сейчас мы по кругу вот так поедем с тобой, да, и дракошка нам будет улыбаться, этот змея-дракон, такая китайская, и она длинная очень, а люди в нее садятся и катаются. Поехали, Оливея, поехали. Сейчас будет быстрее. Ну, тут побыстрее, да. Ну, побыстрее. Видишь, так плавно, своими крыльями дракон машет, а мы едем. О, да, о, о, о. О, 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 о. Орианна, куда? Орианна, куда? Орианна, куда? Здесь может жить панда, да, Оли? Ну, потому что видела по ютубу, да, что вот в таких камышах, это вот бамбук этот китайский, видите? Китайский бамбук, да, настоящий китайский, да, они едят бамбук, да, это настоящий китайский бамбук, его здесь высадили, завезли, как видите. Здесь может жить панда, да, Оли, но она здесь не живет, потому что панда все равно, хоть она и милая, но это дикий зверь, это медведь, да, она опасна, вот видишь, ты молодец, правильно говоришь. Ну, что интересно, да, здесь бамбуковые заросли, очень похоже на китайскую флору, правильно сказать, да, на китайскую природу похоже, в общем, да, красота.